С страховой компанией мне под замену поставили передний бампер, блок фара, крыло переднее и диск. Мне озвучили цифру, то есть по моим повреждениям это 24 500 рублей. На первый взгляд ориентировочная стоимость ремонта составляет около 100 000 рублей. Например, страховая компания назначила ремонт фары стоимостью 360 рублей. На самом деле фара подлежит замене и стоимость составляет 28 000 рублей. На ваш взгляд, представляя документы, именно отчет страховой компании, на самом деле он выглядит очень скудно, в плане того, что он стоит из пяти страниц, ну и оформление соответствующее. Открывая калькуляцию восстановительной стоимости, мы видим здесь цифру 24 595, о чем мы беседовали ранее. При изучении отчета независимого оценщика, мы видим то, что этот документ имеет статус отчета об оценке, он пронумерован, сшит и стоимость восстановительного ремонта в этом отчете составляет на порядок больше, а именно 94 382 рубля. Разница существенная. Многие считают, что если страховая компания направляет к независимым экспертам, то это значит, что они будут считать независимым. Давайте разберемся с терминами. Во-первых, термина «независимый эксперт» не существует. Существует довольно-таки распространенный термин – это оценщик. Так вот, оценщик, он в любом случае независимый. Но если страховая компания направляет поток клиентов, своих обратившихся граждан к этому оценщику, то значит, она дает объем работы этому оценщику. И, соответственно, она вправе ему диктовать ряд условий. А когда страховая компания независимому оценщику, эксперту, так называемому, диктует условия, о какой тут независимости может быть речь. Естественно, ваш ущерб будет занижен максимально, насколько это только возможно. Что мне теперь делать вот с этой ситуацией, с моим автомобилем? Дальше в суд. Если у вас тряслось нечто подобное, звоните в редакцию, и в эфире «Автострады» эксперты оценят ваш автомобиль и дадут рекомендации к правильным действиям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова